Работа на будущем причале кипит во всем. Сейчас уже можно заметить границы будущего сооружения по металлическим трубам. Рабочие рассказали, что в длину причал будет 24 метра, а в ширину – от берега и до границы труб. Движения никакого нету вообще. Раньше, что я работал в Рязанском порту, тут такое движение было. Пристань стоял ежегодно, туристические теплоходы ходили, круговое кольцо было, из Южного порта выходили, допустим, через Нижний Новгород возвращались в Северный порт и также обратно. Люди ездили, катались. Я считаю, правильно. Но все равно в прошлый год ставили дебаркадер, чтобы какие-то теплоходы ходят, туристов-то возят, подходили, на экскурсию в Рязанске ездили. Вячеслав – бывший речник, как он сам говорит о себе. Поэтому и подошел поближе с внуком, чтобы посмотреть на процесс. А появление нового причала ему нравится. Дело в том, что действующий, который находится на трубеже около Кремля, в полном объеме использовать сложно, при том, как и пересыхает. С 2011 года пассажиров крупных лайнеров пересаживали на маленькие катера, чтобы доставить в город. А в последние годы к теплоходам людей подвозят на автобусе. Поэтому строительство такого причала – это, по словам специалистов, модернизация инфраструктуры и речного транспорта в регионе. Вот только строительство вызывает некоторые опасения у местных жителей. Торговый городок – это тот район, который постоянно заливается. И каждую весну мы наблюдаем, что разлив бывает очень разный. Последние годы, конечно, разлив очень слабый. Но я помню такие периоды, когда вода выходила из берегов, заливала вот ту дорогу, и мы уже до Орешки дойти не могли. Поэтому сейчас есть, конечно, определенное опасение, что эта пристань будет залита, и вот тот песок, который здесь есть, все может быть размыто. И, собственно говоря, мы не получим тот результат, на который рассчитывали. Рабочие сообщили, что проектом этот момент предусмотрен. Притом погода самим работам не помешает. Зимой здесь планируют провести сварочные работы, а весной – бетонирование. К мае 2020 года, то есть к началу навигации, причал будет готов, говорят сотрудники. По словам специалистов, общий объем инвестиций в сферу речного транспорта должен составить 560 миллионов рублей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».